Валерия Голубенко 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 Она тебе снится, ты его с ней видишь. Или, ну как, вот расскажи, мне интересно. Ну как, в основном я писал музыку, это когда я занимался композицией. Я занимался вначале у Табленовой, это в школе Стараска выходил в союз композиторов. Я писал музыку, то есть участвовал в разных конкурсах областных. Я ездил в Симферополь на конкурс маэстро, в Новую Каховку. Ну, потом, это самое, ну сейчас я не сильно этим увлекаюсь, поскольку мне больше нравится не писать музыку, а импровизировать. То есть я фактически сейчас этим профессионально не занимаюсь. То есть я потом занимался я с учительницей Самадаева, ходил к ней, занимался частные уроки. Ну, а мне сейчас больше всего нравится, мое сейчас основное увлечение, это больше импровизировать. То есть это мое как бы хобби. Здорово. А вот я знаю, что основное направление у тебя это классическая музыка. Это как? Ну, просто наша школа, она специализируется, основная база нашей школы специализирует на классической музыке. То есть этим занимается с самого детства, этим нужно, как правило, регулярно заниматься этим. И это наше основное. То есть мы сдаем экзамены, мы сдаем экзамены, но я плюс ко всему еще стараюсь в конце года играть в сольные концерты. И засчитывает это как экзамены. И в основном программа у меня базируется на классической музыке. Понятно. Вот многие подростки считают, что классическая музыка – это музыка старая, неинтересная, несовременная. Как ты к этому относишься? Что ты по этому поводу думаешь? Ну, мне бы хотелось вначале вспомнить замечательные слова Нигауза. Как он говорил, то, что музыка, она старая, как и все искусство. То есть, если говорить, что все искусство, она старая, то музыка разная, она старая. Нет, я считаю, что музыка, ну, классическая музыка, она всегда будет актуальной в те времена, как и любое другое искусство. Можно взять тоже живопись Леонардо да Винчи, Микеланджело. То есть, сколько времени прошло, и до сих пор эти картины ценятся и ценились и сейчас. Понятно. А вот есть современные направления в классической музыке? Безусловно, не есть. Есть такие блестящие, выдающиеся имена в классической музыке, как Берг, Шонберг, Вемберт. Это новая венская школа классики. Кто там еще из советской музыки, есть Прокофьев, Шостакович. То есть, действительно, блестящиеся, выдающиеся имена и 20-го века. То есть, 20-й век, это можно распределить как век скоростей. То есть, век новых, подъем новой технологии. И, соответственно, с ее стемпами и старалась стремиться ее искусству. То есть, в основном, 20-й век, это век противоречий. То есть, не так, как было в 17-м, 18-м, 19-м век. То есть, это можно определить, как тогда было основное течение. В 17-м век, это, можно сказать, эпоха была Барако, Ракако. То есть, это во всех направлениях искусства. В 18-м век, это принято считать эпоху классицизма. В 19-м век, это романтизм. А в 20-м веке, это столько много было, совокупность всех направлений. И, действительно, это был очень привычивый век, что невозможно определить какую-то основную, единственную школу искусства или направление какое-то. То есть, даже сейчас мне не хочется никого обижать, действительно, очень много выдающихся имен было. Таких вот, как из западноевропейской музыки, Респиги, Дефали, Хиндемид и многие другие. Вот я знаю, что ты сейчас увлекаешься джазовой музыкой. Откуда у тебя появилось это увлечение? Преподаватели тебе рассказали, или ты где-то услышал об этом? Расскажи, пожалуйста. Ну как, это увлечение, оно у меня появилось довольно недавно. Оно у меня появилось в прошлом году. Это, примерно, могу сказать, даже осенью. Мне очень нравилось, я увлекался негритянским танцем рик-тайм. Это один из разновидностей негритянской музыки, который был предшественником джаза. То есть, мне очень нравился, завораживал его ритм. Я очень много скачивал рик-таймовой музыки с компьютера, слушал ее. И особенно мне очень нравилось слушать рик-таймы Жоплина, Жерриру Мортона, слушал рик-таймы. И так постепенно я стал по стадиям развития, как можно даже сказать, как энциклопедия. Из-за точка отчета джаза, то есть, начиная с начала 20 века и по сегодняшний день, у меня вот так вот началось развитие в прошлом году. Дорогие телезрители, почему вы нам не звоните? У нас такая интересная тема. Музыка, джаз, классическая музыка. Звоните, пишите. Телефон прямого эфира 760-11-99. 760-11-99. Но телефон для смс 067-558-1409. 067-558-1409. Звоните, пишите. Мы ждем ваших звонков и смс-ок. Влад, какие джазовые концерты ты посещал? И как часто ты на них ходишь? Ну как, ну джазовые концерты я посещал совсем недавно. В основном, как в прошлом году, я просто слушал джазовую музыку. Я и сейчас тоже скачиваю и с интернета, и с компьютера. Недавно я посетил, мне очень понравился концерт, был в музыкомедии. Приезжал в оркестр Куинбиллера. Это читалось звездой Голливуда. И он приезжал сюда, в Одессу. Мне очень понравилось на него приходить совершенно недавно. это произошло. Там действительно такое было стерео в ушах. Приходили, проходили эти все артисты по рядам. То есть, ходили они, играли. И действительно, там была очень хорошая музыка. Мне понравилось. И был я еще на джазовом карнавале, на фестивале. А так, я еще в прошлом ходу уходил. У нас был концерт. Но не в нашей школе, а в первой музыкальной школе проводятся частые концерты. Я, правда, точно не помню, кто там выступал, исполнителей. Но мне понравилось. Там исполняли музыку в основном Мишель Петручани. Это французский, считается, джазовый пианист. Который, к сожалению, уже недавно умер, где-то в 90-х годах. Но мне его произведение и импровизацию до сих пор нравится очень слушать. Извините, я тебя перебью. Дорогие телезрители, вы отправляете свои смс-сообщения на номер 067-558-1409. А звонки принимаются по телефону 760-1199. Не перекутайте, пожалуйста. Влад, я знаю, что в Одессе ежегодно проходит фестиваль джазовой музыки. Ты там часто бываешь? Ну да, я уже как бы рассказал, что совсем недавно я его посетил. У нас приезжал. Мне особенно понравился на джазовом фестивале. Это даже не фестиваль, а правильно его называть джазовый карнавал. То есть там в конце самый большой эффект на меня произвел один ансамбль. Он приезжал, то ли бразильский, то ли европейский, выступал аккордеонистом, был классный. И последний, мне понравился дуэт Кузнецова, Юрия Кузнецова с одним из бразильских пианистов. Извините, я тебя перебью. У нас звонок в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а когда грузинский балет будет? Спасибо вам за вопрос. Грузинский балет. Меня впервые слышим, если честно. Я даже не имею понятия, что это такое. Наверное, такой информации у нас нет. Но мы перейдем дальше. А скажи, пожалуйста, Влад, чем тебе нравится джазовая музыка? Почему именно ее ты выбрал? Ведь есть же много разных других музыкций. Ну как, я не только джазом увлекаюсь. Я еще очень люблю слушать классический рок. Мне очень нравится слушать группу Scorpions. Потом эстраду мне очень нравится слушать. Мне нравится очень слушать песни советской музыки. Савьева, Седова, Дунаевского. Я очень люблю. Стараюсь, но сейчас пробую импровизировать на их мелодии. Это современная музыка. Тебе какая-нибудь современная музыка нравится? Да, есть действительно такие вот хорошие певицы. Действительно профессионалы своего дела. Ну как, там я знаю, Алла Пугачева или София Ротар можно привести пример. Да, согласен. Там кого еще? Баскова тоже. Кто там еще? Атак? Я тебя еще раз перебью. У нас опять звонок в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя внучка тоже учится в школе Столярского. И я очень хорошо знаю этого мальчика. Это очень замечательный мальчик. Он такой способный. Он такой вежливый, культурный. Учится у замечательного педагога Елены Петровны. Да, я хотел как раз недавно напомнить. Которую я знаю очень много лет. А недавно в филармонии был концерт учеников школы Столярского. И Владислав играл «Дикую охоту листа». Замечательно. Я слушала его. И очень он мне нравится. И я ему пожелаю дальнейших успехов. Спасибо вам большое. Всего ему доброго. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Да, это действительно правда. Я недавно выступал в филармонии. У нас был отчетный концерт пианистов школы Столярского. То есть там в основном на этих концертах выступают с 9 по 11 класс. Но мне разрешили там поучаствовать. То есть как единственному участнику из 8 класса. И я выступал там под первым номером. Влад, расскажи, пожалуйста, какие ощущения ты испытывал, когда был на концерте? Волновался ли ты перед концертом? Как ты к нему готовился? Расскажи. Ну как, я в основном испытываю такое небольшое волнение, как и любой творческий человек. Конечно, когда я выступал, мне было где-то 8 или 9 лет, когда я был чуть поменьше, поменьше возраста, я больше сильно волновался. А сейчас я испытываю только такое небольшое волнение, я его называю творческим. А вот как ты готовишься к концертам? Ну стараюсь ближе к концертам, я стараюсь много заниматься. А так я вообще занимаюсь по-разному. То есть я не могу однозначно сказать, поскольку я занимаюсь в школе. Это еще связано с тем, ну как я возвращаюсь со школы, это еще связано с тем, ну и с успеваемостью, с уроками. Так что я не могу конкретно ответить на вопрос. Но вообще с концертом, конкурсом я стараюсь всегда как можно больше заниматься. Тщательно, да? Ну да, конечно, особенно перед концертами. Либо занимаюсь я со своим педагогом Паниковой Еленой Петровной. Мне, конечно, хотелось бы сказать слава благодарности своему педагогу. Скажи, пока есть такая возможность. Я с ней занимаюсь практически с самого детства, даже не с первого класса, а с любого класса, с подависимого деления. Два подависимых деления занимаюсь. И занимаюсь с ней по сегодняшний день, по сейчас. И мне, она, мой педагог всегда помогает, очень помогает всегда творчески и морально. И всегда, и всегда старается мне чем-то помочь. Мне хотелось бы сказать слава благодарности своему педагогу. У нас еще один звонок в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у Иночки Полонской буквально звездопад. И в том числе вами он завершается. Я очень благодарна и слышать, видеть таких великолепных представителей нашего общества. А у вас будет какой-нибудь вопрос к нашему гостю? У меня такой вопрос. Вот как у него вообще проходит регулярно день? Как у него день запланирован? Как он... Что занимает место в этом дне? Кроме тех занятий усиленных по фортепиано. И как он смотрит на то, что вот Гаранян сейчас в этом году. И он уже ушел из жизни. Известный советский. Ну, спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Ну, расскажи нам свой распорядок дня. Распорядок дня, ну, я даже не знаю, потому что я в основном свои дни не планирую, особенно музыку. Я музыку не могу никак запланировать. То есть, у нас вы как-то так... Да, ну, как сказать. По настроению играешь, да? Ну, не по настроению. Вдохновение, оно приходит только... Ну, как сказать даже, не могу выразить это словами. Это даже, если вспоминаю слова Чайковского, то, что вдохновение – это не та частая гостья, которая приходит человеку. То есть, это вдохновение невозможно споймать сразу. То есть, ко мне приходит вдохновение, когда я уже сажусь, когда я нахожусь в процессе работы. И, конечно, бывает иногда по-разному я занимаюсь. То есть, я тоже не могу определить. Ну, конечно, уроки можно запланировать. А вот как заниматься музыкой – это невозможно никак запланировать. Дорогие телезрители, я вам хочу напомнить, что телефон нашей студии – 760-1199, а телефон для смс – 067-558-1409. Звоните нам, пишите, я буду рада увидеть, услышать ваши звонки и ваши смс-ки. Влад, а расскажи вот, я так понимаю, что твое будущее уже определено, ты будешь его как-то с музыкой, да, связывать? Расскажи, пожалуйста. Ну, как, посмотрим и увидим. Ну, мне, конечно, я свяжусь с музыкой только потому, что, ну, во-первых, я учусь в специализированной школе, в школе столярского. И я еще сам, точнее, не определился с выбором, куда я точно буду поступать. Но то, что музыкой я буду заниматься, это однозначно. А вот на своих сольных концертах ты предпочитаешь исполнять музыку? Какую музыку ты, вернее, предпочитаешь исполнять? Ну, как, у нас школа занимается классическим направлением, у нас джазово-эстрадного направления нет. Я хожу только в другую школу, детскую школу искусств, пятую детскую школу искусств. Мне просто ее посоветовали, одна знакомая с моей школой, мне посоветовала эту школу. Я занимаюсь у преподавателя Кочетова Леонида Владимировича, она находится на Волжском переулке. А в нашей школе просто нету этого джазово-эстрадного отделения. Поэтому и то, что я играю на сольных концертах, это мое основное, то есть мне это зачитывают как экзамен. А вот на каких концертах ты в последнее время побывал? Ну, на последнем концерте я участвовал в фью-армонии. А на которых ты побывал? На которых я побывал, но я уже рассказал, был на концерте оркестра Гуэн Миллера. В нашей школе очень часто проходят концерты. А вот расскажи свои впечатления от концертов. Ну, как, когда я действительно слушаю очень хорошее исполнение музыки, когда действительно очень хорошее играет, ну, не важно, там, пианисты, музыканты, действительно это впечатляет, это впечатляет и вдохновляет, и действительно хочется слушать эту музыку. И у нас очень часто проходят концерты и в фью-армонии, и в консерватории, очень много проходит разных концертов классической музыки. Пользуясь случаем, хотелось бы всех пригласить на концерты в нашу школу. Приходите в свободное время, читайте афиши, у нас есть информационный отдел в начале вестибюля школы. Там расписан распорядок наших концертов. Да, дорогие телезрители, приходите на концерты в школу Столярского, думаю, что это всем будет интересным. Влад, а вот какие у тебя творческие планы на будущее? Творческие планы, ну, как, я неопределённый, я не могу сразу определиться. Ну, я, мне как бы сказать, мне хотелось каждый год играть сольный концерт в конце года. Вот так вот. Только раз в год? Ну, да, поскольку я стараюсь часто к нему готовиться. Ну, как, я весь год потратил на подготовку к своему концерту в фью-армонии, я выступал. И сейчас я стараюсь, ну, подготовиться, у меня, правда, времени мало осталось, всего лишь два месяца. Я стараюсь подготовиться, мне хотелось бы где-то в начале июня, я планирую исполнить сольный концерт. И хотелось бы так, ну, уже до конца окончания своей школы исполнять сольные концерты. Вот так вот. Понятно. И ещё мне хотелось бы попробовать для себя, ну, свои творческие способности на каких-то жазовых концертах. Ну, в той детской школе или искусств, за которую я рассказывал. Я недавно стал заниматься преподавателем, то есть я занимаюсь с Леонидом Владимировичем ровно вот, практически. Ну, мне нравится этим заниматься. Мне особенно нравится, можно рассказать за свои любимые направления, да? Ну, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу, к сожалению, но очень быстро пролетело. Ну, только я пару могу сказать исполнителей, своих самых любимых. Из классической музыки я люблю своих самых любимых моих исполнителей. Это Артур Рубештей, это мой самый любимый пианист, я его обожаю, его игру. И кто второй? Шопена, как он играет. Лазар Берман, Овчинников, это Полисту. И это самое, Полини. Мне очень нравится, как он играет и Тюдо Шопена все. Цифра из современных пианистов, мне хотелось бы отметить, цифра и Володой сейчас считается. Их, правда, очень мало их знают у нас в Европе и вообще в Советском Союзе. Они очень популярны в Европе. Влад, ты меня извините, я перебью, но, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Я желаю тебе творческих успехов. Спасибо, Вера. Ты планируешь, чтобы я все исполнилась. Тебе тоже огромное спасибо, что ты пришел. Дорогие мои телезрители, огромное вам спасибо за то, что вы смотрели нашу программу. И я тоже вам желаю творческих успехов, удачи. И мы встретимся с вами через две недели во вторник. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!